Итак, повторю еще раз, чиновники, полицаи, прокуроры и прочие разные другие сильные миры сего твердо убеждены, что в силу общественного договора, в силу согласия общества, они ни в чем, как бы никому не обязаны, их назначение это есть результат их личного успеха, и по этой причине они могут на своих постах сделать все что угодно, в том числе брать взятки, нарушать законы и т.д. и т.п. И так и было до тех пор, пока выполнялась другая сторона общественного договора, а именно постоянный рост уровня жизни населения. Вторая часть договора больше не выполняется. Разумеется, полицаям, прокурорам и прочим чиновникам на это в высшей степени начать. Они говорят, мы-то тут при чем? Мы же не виноваты, у нас тоже падает жизненный уровень. Ну, точнее сказать, издержки. У нас, правда, доходы при этом могут расти. Мы здесь при чем? Они не понимают, что общественный договор касается всех сторон. Любой представитель элиты, если как бы элита в целом не выполняет свою часть общественного договора, то и он не имеет права вести себя так, как раньше. А объясните это, еще раз повторяю, чиновнику на местах, да и в общем высокопоставленному чиновнику, если он не выходит на политический уровень, практически невозможно. Он сделал свою карьеру в рамках старых правил, в рамках старого общественного договора и будет продолжать хамить очень сильно и дико всех раздражать. Он только не понимает, что теперь, скорее всего, наказание последует. Вот здесь мне тут вчера рассказали замечательную историю. Я читал про ее начало в интернете, что в неком селе под Николаевым на Украине трое милиционеров изнасиловали и избили девушку. Она от них в какой-то момент сбежала, они ее не могли найти для того, чтобы добить, а она как бы спряталась в селе, ее там, и как бы народ потребовал наказания виновных. Виновных арестовали, но через несколько дней отпустили, потому что один из них оказался родственником районного прокурора или еще чего-то. Так вот, как мне тут объяснили, дело кончилось тем, что народ собрался на сход и, соответственно, потребовал ареста снова этих самых виновных. Милиционеры попытались отбиться, забрикадировались там в своем домишке, а в результате их закидали бутылками с бензином и сожгли нахрен всех, в том числе и тех, которые к делу не имели никакого отношения. А дело кончилось тем, об этом, конечно, практически не пишут, хотя говорят, что на ютубе есть съемка того, как, значит, сжигают отделение милиции, как, значит, оттуда стреляют и там орут эти самые милиционеры. На Украине у начальников хватило ума всех виновных, которых задержали, естественно, отпустить по домам и сказать, типа, ребята, извините, как бы вот, да, они, как бы, перешли красную черту и поэтому, вот, как бы, будем делать вид, что ничего не произошло. Может быть, сгоревшим милиционерам, их семьям, и дадут какие-нибудь компенсации, непонятно. Да, сняли, разумеется, всех прокуроров, начальников милиции, областных и так далее. Я эту историю не проверял, но она на самом деле является очень типовой, потому что пока у нас этого нет, но нас это ждет. Договор. Вот давайте смотреть в правде в глаза. Мы сегодня оказались в страшной совершенной ситуации. У нас был, действовал общественный договор больше 10 лет, и этот договор предполагал ответственность сторон. Элита этот договор со своей стороны нарушила, а, соответственно, народ больше терпеть не будет грубые нарушения, но при этом конкретные представители элиты совершенно не собираются менять свое поведение. В этой ситуации политические власти должны принимать крайне жесткие решения. То есть они должны провести жесткую проверку по всем случаям таких вот грубых общественно значимых нарушений законов. Жесточайшим образом наказать виновных, реально наказать. То есть посмотреть, кто как бы там совершал как бы изнасилование с использованием служебного положения. Вся эта информация есть. А кто, соответственно, там наезжал на беременных женщин, на пешеходных переходах и т.д. и т.п. И не просто выгонять этих людей, но и отбирать у них ордена и медали, лишать их пенсии, увольнять всех их начальников там до какого-то уровня, там до замминистров и т.д. и т.п. Да, это потребует резкого сокращения элиты. Да, к этому все абсолютно не готовы. Но если этого не сделать, то мы получим русский бунт. И он будет не такой уж бессмысленный, но уж точно беспощадный. И при этом претензии предъявлять некому. Еще раз повторю, элита первая нарушила общественный договор. Есть еще одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что этот общественный договор, который появился в начале 2000-х, связан с именем Путин. И в глазах народа никакие-то там полицаи, прокуроры или чиновники его нарушили. Или, прости господи, либерасты из правительства. Ну не знает народ, никто такая Набиульна, никто такой Шувалов, никто такой Дворкович. Они ему абсолютно не интересны. Народ знает Путина. Он говорит, Путин, ты нарушил общественный договор. Где экономический рост? А если экономического роста нет, уйми своих уродов, чтобы они меньше воровали и больше работали на благо народа. Чтобы если выделили деньги на ремонт лифтов в доме, то чтобы ремонтировались лифты. А если выделились деньги на ремонт дороги, то чтобы ремонтировалась дорога. Это принципиальная вещь. Я не знаю, чувствует ли Путин вот эту ситуацию. Но то, что его рейтинг начал падать, это точно. И причина этого, не какие-то там абстрактные события, глупость конкретных там пресс-службы или еще чего-нибудь. Причина в том, что общественный договор со стороны элиты нарушен. И единственный представитель элиты, с которым общество знакомо, это Путин. Если Путин это не поймет, то он получит вот тот самый русский бунт, который был на Украине. И тут тоже непонятно, что делать. Потому что когда начнут громить полицейские участки или там районные прокуратуры или еще чего-то, то что делать? Присылать внутренние войска и расстреливать всех из пулеметов, это конец нынешней элиты и конец нынешней власти. Всех отпускать, это тоже страшно, потому что уровень озлобления очень высок. Нужно принимать очень конкретные, очень жесткие меры, причем даже лучше не сегодня, а вчера. Я пока этого не вижу, причем не вижу не только действий, их просто нет, но я не вижу и готовности к власти что-то на эту тему думать. Все попытки отдельных людей, про которые я знаю, на среднем уровне что-то сделать, вязнут в администрации президента. Никаких действий, ничего не делать, ждать, что может быть все обойдется. Не обойдется. Нужно при этом еще иметь во виду, что либеральная команда и в правительстве, и в Центральном банке спит и видит, чтобы свалить Путина, которого она боится. И понимает, что если события будут развиваться дальше, то Путин их рано или поздно выгонит. Поэтому они хотят свалить Путина раньше. По этой причине они вполне целенаправленно провоцируют разные неприятности. Причем ориентированы именно на Путина. Центральный банк не снижает стоимость кредита, правительство саботирует майские указы, и при этом еще делает разные неприятности по линии финансирования регионов, которые в администрации президента вообще неизвестны. Я не уверен, что там знают, какие деньги поступают в регионы. Так что, в общем, уровень напряженности очень высок, и закончится это все, как мне кажется, плохо.